Налоги – это то, благодаря чему во многом формируется бюджет. Именно поэтому их собираемость так важна. По большому счету, это наше с вами благоустройство. Однако регулярно находятся обладатели имущества, которые не хотят платить МЗДУ, но закон суров для всех. В 2018 году нашим налоговым органам в суды общей юрисдикции было подано 80 заявлений на общую сумму неуплаченных налогов более 5 миллионов рублей. Только по двум заявлениям было отказано налоговому органу на сумму 82 тысячи. А уже в первом полугодии 2019 года таких заявлений было подано 90 на сумму более 10 миллионов рублей неуплаченных налогов. Все эти заявления удовлетворены судами, по ним вынесено решение и они подлежат исполнению должниками. Так что же делать нерадивому налогоплательщику, который в силу каких-то причин накопил долг? Или просто забыл о своих налогах? Выход есть. Даже в случае, если пришла повестка в суд, гражданин имеет право выразить свое несогласие с исполнением судебного приказа. Сделать это можно в течение 20 дней с момента получения уведомления из суда. Но даже если этот срок пропущен, должник не лишен права на восстановление пропущенного процессуального срока. Для этого должник должен обратиться к мировому суде, который вынес судебный приказ и ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока. При этом должен он представить доказательства уважительности причин пропуска этого срока. На самом деле подобное послабление создано для того, чтобы дать налогоплательщику возможность не доводить дело до суда. Это просто еще один шанс погасить долг и избежать уплаты пении и исполнительского сбора, обязательного для судебной тяжбы такого рода. А это ни много ни мало 7% от общей суммы долга. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, Новости, Искровект.